Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 99-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет слайда. Вот такой вот у нас есть слайд. До 10 изображений можно разместить. И, соответственно, у нас тут все настраивается. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, давайте посмотрим виджет. Заходим в его настройки. Итак, смотрите. У нас первая опция – это сколько изображений вы хотите показывать в этом слайде. То есть, если стоит у нас 2, то ниже вот здесь слайд 1, 2 активный, а остальные все неактивны. Здесь вы просто определяете, сколько у вас будет изображений. Ну, я поставлю 3. Дальше. Вот эти все опции, вот этот блок опции, он отвечает за навигацию. То есть, у нас вот эти вот, видно вот здесь, вот, 1, 2, 3 – это будут такие кнопочки переключения изображений. Вот для всего, для этого смотрим здесь настройки. Значит, для этой темы шрифты выбираются здесь. Navigation font size – это размер. Navigation text color – это цвет. Навигацию можно сделать даже побольше размер. Navigation text color – например, я беру своего цвета. Navigation text color – актив. То есть, какое изображение показано, вот активная кнопка, она у нас сейчас вот тут видно серого цвета. Я ее, например, делаю другого цвета. Navigation background color – соответственно, выбираю другой цвет. И навигацию opacity, то есть, это прозрачность. Если поставим единицу, прозрачности не будет. Видно за этим прямоугольником, у нас видны элементы, да? Значит, есть прозрачность. Значит, здесь закончили. Дальше. Mobile navigation settings – это те же самые элементы навигации, только на мобильном устройстве, да? И только вот у нас тут можно выбрать цвет. И все, по сути, нам останется только лишь загрузить изображение. Раскрываем первые настройки изображения. И здесь все настройки относятся именно к одному изображению. Первое – это какой-то текст для изображения. Дальше – шрифт. Для этого текста на данном изображении выбирается здесь. Текст font size. Размер можно сделать побольше. Текст color. То есть, цвет текста какой. Тут нужно еще определиться, какой у вас будет background текст. Этот будет отображаться у нас, смотрите. Вот в этой области вы видели у нас справа – изображение. Слева – блок. Залитый цветом. И на нем, вот вы видите, написано демо. И есть еще подзаголовок. То есть, определиться нужно вам, какого цвета у вас будет заливка. Я беру своего цвета. Дальше пишем какой-то подзаголовок. Для подзаголовка также отдельный шрифт. Можно выбрать размер для подзаголовка. Текст. Цвет для подзаголовка. И вот background color. Это как раз-таки заливка всего этого квадрата. Ну и самое главное – это добавить изображение. Кликаем «Добавить файл». Смотрите, вот я изображение добавил. И у нас вот второе изображение здесь абсолютно идентично первому. То есть, все, что сейчас я тут настраивал у первого, да, здесь, я думаю, смысла нет вам объяснять. Вы уже это сделаете без меня. И, соответственно, все другие последующие изображения до 10, там у всех такие же абсолютно настроечки идут. Вот, в принципе, все настройки данного виджета. И еще. Этот виджет можно растянуть на 100%, чтобы он был резиновый. Ну, я загрузил только одно изображение, но давайте посмотрим все равно. То есть, у нас ползунка внизу не появляется. Все нормально. Вы видите, цвета меняются, все, размер меняется. Вот такие вот дела. И одно только изображение у нас, да, я просто больше не загрузил. На этом я заканчиваю этот урок и увидимся с вами в следующем. О-О-О-О-О-К. Субтитры сделал DimaTorzok